Во что поиграть на ПК в 2021 году? Это канал JoyFoxPlay, и я подготовил для тебя подборку из 10 игр, вышедших на ПК в апреле 2021 года. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, ну а мы погнали к играм. Portal Reloaded – модификация довольно популярного игрового проекта под названием Portal, который обрёл новые возможности и варианты развития событий. Игра предназначена для отличного времяпрепровождения с применением смекалки и навыков логического мышления. Нам предлагается окунуться в необычный мир и постараться завершить важную миссию, сохранив при этом жизнь. Что касается концепции самого мода, то он позволяет создать третий портал, который поможет игроку перемещаться между двумя временными шкалами. Также порадует наличие более двух десятков совершенно новых головоломок различной степени сложности, что говорит о необходимости развития собственных навыков и внимательности. Проходи сквозь преграды, разгадывай задачи, создавай определенную атмосферу в этом удивительном мире и постарайся во что бы то ни стало добиться поставленной цели. Графическое исполнение игры хорошо продумано и позволит нам с головой окунуться в атмосферу будущего. Динамика игрового процесса исполнена на высоте, что не позволит нам скучать ни на минуту. Аутрайдерс Игровой проект, разработанный в жанре экшен, где нам предстоит с головой окунуться в научно-фантастический мир и постараться успешно завершить сложную миссию. Исполни роль колонниста, который вместе со своей командой отправится покорять новую планету с целью дальнейшего обустройства нового дома для человечества. Сюжетная линия отправляет нас в далекое будущее, когда наша планета была подвержена тотальному уничтожению в ходе нескончаемых катаклизмов. Человечество оказалось на грани вымирания. А тем, кому всё же удалось выжить, теперь необходимо в срочном порядке отыскать новое пристанище. Правительство создало все условия для строительства космического корабля, на котором наша отважная команда и отправится в заданное место назначения. К сожалению, миссия была провальна, так как планету уже успели захватить сторонники вражеской силы. А местные условия существования не привели ни к чему хорошему. Теперь колонистам предстоит выживать в жестоких условиях окружения, добывать ценные для жизни ресурсы, сражаться с инопланетными созданиями и проходить довольно сложные испытания. MotoGP 21 Создатели данной серии игр давно ориентированы на высокий уровень реализма. В игровой модели вождения нужно иметь определенные навыки и знания. На этот раз разработчики решили пойти намного дальше. Есть система повреждений, которая влияет на внешний вид транспорта и его производительность. Нововведение заключается в способности влиять на модификацию и комплектацию. Тут игроки смогут настраивать самые разные элементы под себя. Разработчики решили усовершенствовать систему искусственного интеллекта. Компьютер наблюдает за тем, как игроки играют, будучи на трассе, а также можно улучшать навыки и умения. Значительно был расширен функционал редактора, который в игре позволяет изменять как мотоцикл, так и шлем водителя. Играть можно в одиночку или с иными пользователями. Такая игра способна приятно удивить и порадовать любого игрока вне зависимости от его требований и предпочтений. В игре нет определенного сюжета. Придется выполнять разные задания, повышая свой уровень. Спустя время будут открываться новые трассы и вершины. Воксель Тукон. Игровой проект в жанре стратегии, которая включает в себя динамичный игровой процесс, а также приятным в исполнении воксельную графику, ты возьмешь на себя исполнение необычной роли. Роли транспортного магната, который должен держать свой бизнес на плаву и стремиться к его расширению. Помимо этого, ты займешься постройкой всевозможных заводов и будешь контролировать горнодобывающую промышленность. Справиться с поставленной задачей будет не так-то и просто, ведь под твою ответственность попадают все аспекты жизнедеятельности предприятий. Для начала, займись поездами и железнодорожной сетью. В целом, закупай оборудование и расширяй линии. Здесь тебе необходимо сделать все максимально комфортным и безопасным для перемещения твоих путешественников. Ограничений в действии у тебя не будет, но необходимо включать смекалку, чтобы не допускать ошибок. Составляй планы своих действий, продумывая каждый пункт, чтобы обеспечить дальнейшее процветание железнодорожных путей и локомотивов. Система постройки довольно проста, а также дает игроку массу возможностей для воплощения задуманного в реальность. Переводи всевозможный груз и пассажиров из одного пункта в другой, как на ближнее, так и на дальнее расстояние. Немезис Race Against The Pandemic Это шутер с видом от третьего лица, в котором игрокам предлагается спасти мир от грядущего апокалипсиса и предотвратить биологическую террористическую атаку на человечество. События игры начинают происходить в тот самый момент, когда у специального особого секретного подразделения Quantum появляется информация о попеге главы террористической ячейки под названием Черные крылья. Судя по информации, теперь этот человек собирается устроить теракт мирового масштаба через распространение особо опасного вируса QE, что убивает зараженных в течение суток. Естественно, этому нужно помешать, ибо в противном случае человечество будет попросту вымирать. И само собой, именно вы не займетесь этим самым делом. Но для этого вам придется взять под контроль человека по имени Сергей Коннор, агента самого лучшего бойца Квантума. Взяв миссию, вы отправитесь в череду приключений, будете путешествовать по разным странам, сражаться с врагами по всему миру, заниматься диверсиями, уничтожать террористов и делать многое другое. То есть, по сути, игра сводит все к банальным перестрелкам, сопровождающимся сюжетной историей. Тем не менее, при все стандартности игра имеет и массу особенностей. Эндлистед Эндлистед представляет собой многопользовательский тактический шутер с видом от первого лица, предлагающий отправиться в период Второй мировой войны для участия в захватывающих массовых сражениях. Сеттинг – Вторая мировая война. Но в отличие от множества других проектов, тут игрокам предлагается необычное противостояние двух команд на небольших картах, а полноценные боевые действия, участие в войне с применением наземной техники, военной авиации, пехоты и всего остального. Главной особенностью этой игры является то, что воевать тут игрокам предлагается на поле боя бок у бок с солдатами, находящимися под контролем искусственного интеллекта. Благодаря этому создается впечатление, будто в одном бою участвуют сотни солдат, и благодаря этому зрелищность всего происходящего просто зашкаливает. При этом, живых игроков на поле боя может быть лишь по 10 с каждой стороны, а сам игрок всегда может в любой момент взять под контроль солдата, что оказаться на поле боя и стать доступным. Например, можно взять под контроль танкиста, находящегося в танке, или же пилотом бомбардировщика, или обычного пехотинца, оказавшегося в окопе. Вариантов более чем предостаточно. Техника тоже заслуживает отдельного внимания. В вашем распоряжении будут реалистично воссозданные танки, вроде того же ИС-2, бронированные автомобили для пехоты, штурмовая техника и истребители. По мере прокачки за местную валюту можно приобретать даже премиальные и более редкие виды стрелковых отрядов, образцов военной техники и многое другое. Хоба Talk Life – симулятор бомжа. Уникальная в своем роде игра на оригинальную тематику и со своеобразным игровым процессом. По своей сути, игра представляет из себя некий симулятор бездомного, которая позволит тебе полностью погрузиться в жизнь подобного человека. Тебе предстоит отправиться на холодные улицы огромного города, где ты будешь бороться за жизнь, одолевая препятствия и сражаясь со всеми, кто станет у тебя на пути. Исследуй местность тщательно, заходи в каждый уголок, ведь там ты сможешь найти для себя пропитание, питье или кровь. Все жители, которые будут тебя видеть, отнесутся к тебе с полнейшим безразличием, что будет тебя очень сильно угнетать и портить настроение. Но ты не должен унывать, ведь самая ценная – это жизнь, а за нее придется тщательно бороться. Кроме того, твоим жутким и самым опасным врагом станет зима, которой необходимо подготовиться, находя по городу всевозможные полезные предметы и припасы. Иблис Это мрачный психологический хоррор, в котором игрокам предлагается побывать в шкуре человека, что стал свидетелем ужаснейших сверхъестественных событий и реально кошмарных сцен. События игры происходят в большом деревенском доме. Некогда тут происходили ужасные события, и с тех пор дом считается проклятым, а в самом нем происходят ужасные вещи. Сверхъестественные такие, что не каждому дано осознать и понять. Что началось все с того, что владельцем дома стала женщина, погибшая в конечном итоге в страшной автокатастрофе, и мужчина – реальный демон. Теперь же дух женщины не может найти себе покоя, как и тот самый демон. Вы окажетесь в том самом доме и будете погружены в такой ужас, какого не передать словами. Вам придется лично исследовать дом, стать свидетелем ужасных вещей, что будут происходить вокруг вас, разгадать главную тайну этого дома и тех трагических событий, что тут произошли, и столкнуться с тем, от чего у вас будет реальный шок. Разработчики предупреждают, что игра слишком реалистична, и порой настолько сильно пугает резкими сценами и скримерами, что не передать словами. И это, пожалуй, главное достоинство этой игры. Атмосфера тут царит просто непередаваемая. Темные комнаты деревенского мрачного дома, события, что пугает всем происходящим, звуки, доносящиеся с разных сторон скримеры и пугающие сцены. Все это создает атмосферу, в которой постоянно испытываешь беспокойство. Эксит Фром Хардкорный проект, исполненный в жанре хоррор-стелс, с элементами квеста, где все действия будут происходить с видом от первого лица, что и обеспечит полное погружение в пугающую атмосферу. Сюжетная линия познакомит нас с главным героем, которому предстоит раскрыть прачную тайну старинного советского дома. Первым делом стоит отметить особенность игры и ее непредсказуемость, так как с каждым новым началом мир будет полностью меняться, что не позволит тебе предугадать развитие событий. История расскажет о человеке, внезапно проснувшегося от грозы. Как только он приходит в себя, то понимает, что находится в совершенно неизвестном ему месте, выбраться из которого, как оказалось, будет довольно непросто. Отправившись на исследование, ты узнаешь, что все квартиры пусты, и их хозяева попросту исчезли. С этого момента начинается настоящая борьба за жизнь. С исследованием локации и игры в прятки с местными обитателями. Сосредоточь свое внимание, будь начеку, продумывай действия наперед, чтобы как можно быстрее выбраться из этого злополучного места. Графика исполнена максимально реалистично, поэтому напряжение и страх тебе полностью обеспечены. Ну а на этом наша с вами подборка подходит к концу. Пишите в комментариях, какие игры выделили бы вы для себя. Не забывайте подписываться, если еще не подписаны. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем пока.